Лечить тайком. А кто-то нажрался, увидел и испугался. Люди же были тёмные. Не надо всему тому верить, что внушают. А сказать могут всякое. Настоящее государство уничтожено революцией. Ещё неизвестно, сколько таких... Неинцинированных... Ещё неизвестно, сколько таких неинцинированных оборотней бродит по стране. Последствия ленинизма и сталинизма скоро дадут о себе знать. А люди станут как кролики, поскольку столкновение с реальностью будет для них чудовищным шоком. Они просто сгинут. Ведь секс есть, был и будет в Советском Союзе. Но о нём не говорят даже в подростковом возрасте. А потом... Мы удивляемся. Почему в стране столько разводов? Ну, когда люди откроют глаза, будет очень поздно. А наши тайны общества будут считать за секту или масонов, если его найдут. Можно ли пленам сбежать от тебя или инквизитора? Ну, если недосмотрят, например. Нет, ещё не было случая, чтобы какая-нибудь тварь сбежала. Спастись невозможно. А с ними что вы делаете? Вообще, ну, например, если не сбежать. Ха-ха, это интересный вопрос. Казним. Причём вид казни напрямую зависит от грязи. Души. Да-да, от грязи души. Например, нарков мы сажаем на коле. Символ иглы. Да в жопу. А всяких стерв приковываем к стене сыпями и убиваем так, чтобы промучилось, прежде чем сдохнуть. А почему нельзя просто посоить за решётку? Что потом-то будет? Выпускать, промыв мозги? Шок куда денется. Ну, это не поможет. Веди хауру, видишь, их даже зона не лечит. Такие косят злобой и корыстью всех без разбора. Им наплевать на чувство и реакцию окружающих. Мы их убиваем. А чё ты скажешь, ну, об этих колестках? Одна из них по мне сохнет. Но ни одна не достойна того, чтобы жить. И я помогу тебе избавиться от этих чудовищных сестёр. Потом он нарисовал ещё много картинок. Он дал мне. Наше видение мира совпало полностью. Только в отличие от Вити, я всё держал в себе. И рисовал. Представлял. Это с виду я был придурком и дебилом. А на самом деле внутри скрывался взрослый волк-мужчина.